Кубанская культура одна из самых ярких и самобытных в нашей стране. Она неизменно привлекает внимание и покоряет всех искренностью и мастерством. И потому в профессии, связанные со сферой культуры, идут одаренные и увлеченные своим делом люди. Их усилия и труд на благо общества трудно переоценить. В этом мы еще раз смогли убедиться, побывав на заседании коллегии социальной сферы по итогам работы отрасли культуры. Если речь идет о жителях сельских поселений, то они живут не только работой, их не меньше горожан интересуют новинки культуры, кинопремьеры, концерты. Трудно представить себе нашу жизнь без работников культуры, библиотеки, музеи, дома культуры с их разнообразными творческими коллективами и многочисленными клубами по интересам. Во всех этих учреждениях работают люди, для которых в жизни всегда есть место творчеству. В нашем муниципалитете этой сфере уделяется большое внимание и потому отдача радует. В Славянском районе действует 39 уртных учреждений. В них работают 284 человека, из которых 208 человек. Это артисты, пунктуризаторы, руководители творческих коллективов, клубам, культурам, специалисты по работе с детьми и пожилыми людьми. Кадры укомплектованы согласно штатных расписаний. Продолжают свое творчество 412 коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам, которые занимаются 9118 человек. Более 70% всех клубных формирований, это 203, работают для детей. В ее деятельность вовлечено более 4000 юных жителей Славянского района в возрасте до 14 лет. А для подростков и молодежи в возрасте от 15 до 24 100 клубных формирований, которые объединили в своей деятельности 2100 молодых людей. В докладе начальника управления культуры было много фактов, говорящих о работе, сделанной за минувший год. Очень важно, что культура это не только и даже не столько развлечения, но и популяризация истории воспитания патриотизма. Изнание стало не только хорошим методическим пособием для подготовки к урокам по обновению и униорочной деятельности, но и сформировало единую базу знаний о районе, начиная с его древнейшей истории, заканчивая современностью. Альманах также выполняет большую воспитательную функцию, прививая подрастающему поколению любовь к малорудине, гордость за выдающиеся достижения земляков, сопричастность к истории своего края и своей страны. Не будет преувеличений, если я скажу, что сегодня Альманах Кобыл выполняет еще и стратегические функции. Согласно данным Российской национальной библиотеки, в нашей стране в период с 1991 по 2020 год издавалось более 350 краеведческих журналов, вестников и Альманахов. В 2020 году вышло всего 33. Из них два издается в Краснодарском крае. Это журнал «Родная кубка» Альманах Кобыл. Глава Славянского района Роман Синеговский в своем выступлении подчеркнул, что культура муниципалитета очень многогранная и живая, и есть постоянная забота о ее материально-технической базе. Только в последнее время были отремонтированы картинная галерея и историческое здание «Дом купца Мазепы». Но самое важное, чтобы у работников культуры были неравнодушия и любовь к своей работе. Главное, это, конечно же, ваша работа. Главное, конечно же, чтобы мы не входили, как говорится, в зону комфорта и посредственно не относились к своим обязанностям, а старались проводить мероприятия, старались, чтобы дети все-таки понимали, чего от них хотят, и впитывали то, что вы им рассказываете, или то, что вы проводите. Потому что есть мероприятия, где мы веселимся и радуемся, да, а есть очень много мероприятий, очень много направлений, которыми вы занимаетесь, мы вместе с вами занимаемся. Это там, где мы воспитываемся. Поэтому, конечно же, я понимаю, что материально-техническая база, она очень необходима, и мы все делаем для этого. Максимально стараемся участвовать в краевых программах. Состоялся серьезный, заинтересованный разговор о том, что еще можно улучшить, над чем стоит поработать, что новое нужно внедрить. Завершилось мероприятие на самой приятной ноте. За большой вклад в развитие культуры, многолетний добросовестный труд, лучшим были вручены благодарственные письма. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».